Мы хотим, чтобы у всех было достаточно времени, чтобы сказать от себя. Всё. Вот сколько я не слышал версии этой песни, и как её пел «Свинья», и как её пел «Ликошет», такой совсем по-банковски, и как её пел «Чиш», который сделал такую более казацко-народную, ну вот эта версия, она меня просто прибила до глубины души. Спасибо. Я в курсе, да. Вот аутентично то, что надо. Ну что, сейчас ждём «Табаков Бэнд». Здорово. Ну и пока немножко вспомним вот недавно ушедшего от нас Валера Кириллова, барабанщика зоопарка. Он последний свой раз на сцене был именно здесь. Причём, ну, несколько лет назад, многие, наверное, это помнят, уже тяжело больной. Никто уже не думал, что это получится. Он так напрягся, тренировался дома, делал всякие упражнения. И, честно говоря, изначально, вот я его сам уводил на сцену, думали, что он отыграет пару номеров, и это уже будет круто. И Валерка отыграл целый сет. Реально. Ну, это был такой трудовой пудрик, трудовой, рок-н-ролльный, вот настоящий. Ну, тем более, кто знает, как он себя чувствовал, в этом просто тогда меня чуть не до слёз пробило. Ну, вот он, к сожалению, сейчас вот у нас весь основной состав в краю вечной охоты. Ну, думаю, что они там сейчас на нас действительно смотрят. И, в принципе, это, ну, не похоронная программа, она всё-таки посвящена больше дням рождения. Моих сам не любил пухленность, страшно не любил на них ходить, так сказать. Вот, так что всех сегодня вспомним. Много будет песен всяких разных. Ну, у нас и так кругом сейчас не очень весело, так что пусть это будет место, где можно немножко забыть о том, что снаружи, ну, и чуть-чуть просто повеселиться, послушать рок-н-ролл, потанцевать. Он, мать же всегда говорил, когда его, скажем, Миша Барзыкин упрекал в социальности, что мне гораздо интереснее писать о людях, чем о государстве. Пусть люди послушают музыку, а кто хочет, пусть танцуют, за ради бога. Вот такие дела. Так что, думаю, всё сегодня у нас будет хорошо, как обычно. весело, иногда грустно. Ну, и будем вспоминать, потому что, к сожалению, вот всё меньше нас остаётся. Но имеющих отношение к зоопарку, это Андрюша Муратов, он в Германии. Ну, сейчас у него там, он же как бы серьёзный звукорежиссёр, по-моему, того же клавишник отличный. Он занимается просто гастролями наших команд. Много всякого смешно рассказывает, когда приезжает. Ну, пасист Серёжа Чюсель, который проиграл полтора года. Наиль Кадыров. Ну, и ваш похоже, слуга, и Сашка Донских. Тоже недавно тяжело проболевший, к сожалению. Ну, вроде вот, как-то так, да. О, Мишаня Нефёдов. У меня прямо за спиной было дело, да. Прикладывался к барабанам с зоопарком. Ну что, готовы? Так. Кто-нибудь в организаторах нужна вещь под странным названием пипидр? Ау! На подходе, говорят. Куда-то лучше у пипидр-то. Да легко. Ну, вчера моя... Позавчера, видно, и говорят, ну, с день рождения у Майка был позавчера. И всё это вообще немножко раньше собирались сделать, этот двойной ДР. Ну, просто перенесли его из-за трагедии в Крупус-Сити-Коле. Ну, вот такая вот беда случилась, к сожалению. И... вспоминали недавно и Валерку на радио-шок. Я вот говорил, что он недалеко от Майка. Сейчас. На Волковском буквально там две-три минуты. Как-то я в грустную ноту ушёл. Надо бы что-то веселого, наверное, рассказать. Ну, у нас ещё будет на это время. Как там насчёт пепитра-то? Сейчас принесёт. Сейчас принесёт. Сейчас принесёт с ним. Весёт. Да, здесь плёд. Сейчас принесёт. Сейчас принесёт. Сейчас будет. Без пепитра, конечно же, не караменька. Ну, вот недавно просто в Фейсбуке вспоминали какие-то истории, связанные с Майком. Там была у нас такая гастроль в городе Горький. Тогда ещё Горький, в 88-м году. Я хотел что-то написать там, как обычно, но попалась вот эта вот история одного из участников и организаторов в этой гастроли. Мы как-то всё это стали вспоминать. Как это всё было? Достаточно весело. Конечно, там была такая площадка открытая тысяча на четыре в Сормово. А на разогреве у нас играла группа ГПД из города Дзержинска, где на клавишах у микрофона был такой малоизвестный тогда парень Сергея Николаевича Гороков его звали. Все вы его знаете ныне как щежа. А вот тогда мы как раз познакомились. И очень было славно. Причём они играли такой галимый металл, то, что Майк всегда терпеть не мог. У нас в группе тайный металюга всегда был Шура Харбунов. Он же начинал как... Ну, начинал... У него первая группа была прощей «Чёрный понедельник», откуда их с Серёжей Даниловым Майк, собственно, и взял с барабанщиками. И он всегда играл в составе без ритм гитары и так попилить. Они с Майком жили в одной квартире на Боровой в коммуналке такой большой. И у Шуры было так вот бобины на полках. Очень хорошо это помню. Там запилы Ричи Блэкмура. Или там... Он отдельно выписывал именно запилы. Запилы Тони Айоми. Что-то ещё. Или он там мог тайно признаться. Вот завтра мне принесут три Айрон Мейдена, только Майку не говори. Майк его всё время как бы подгнабливал за это дело. И поначалу заставлял слушать, ну там, Терекс, больше Роллинг Стоунс. А Шуре это было... Ну, Майк, говорит, они же мало пили. А тебе, говорит, Шура, много пилить не надо. Да вот песня. И вот эти два раза по сорок секунд. И получилось в результате очень здорово, что все запилы с зоопарка, они придуманы Шурой, как и гитарные липы, собственно говоря. Он занимался аранжировками. И получалось очень здорово, что все его запилы стали, ну, такими же классическими, как, я не знаю, как джимпинг-джек-флэш у Стоунска. Поэтому результат это все стало хороший. И я очень хорошо это напомню, мы втроем сидели на берегу Логи, в этом самом Горьком, Майк, Чижия, немножко выпивали, гитарка была, и Чиж спел какую-то песню, такую блюзового немножко характера. Майк такой говорит, ну, интересно как, а это чья песня? Чиж, говорит, моя. Ну, тут Майк говорит, а че ж ты со сцены такую, ну, не буду повторить, какое слово он сказал из пяти букв, я думаю, вы все догадались. Он говорит, это ж не мой материал, потому что лидер у них был, лидер гитариста. Так, ты, Питер, где уже? Ау, слышно? В общем, кончилось это все тем, что Чиж все тут в конце концов ушел в ГПД к Чернецкому, потом это все стало разные люди, ну и сейчас все есть как есть, все это вы прекрасны. Все, готово? Вперед! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok